В первую неделю после открытия Самарский зоопарк принял огромное количество посетителей. Гостей пускали к животным только по предварительной записи. Сейчас все вернулось на круги своя. Любителям животных можно посещать зоопарк небольшими группами, до 10 человек. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Кроме того, людям необходимо соблюдать социальную дистанцию и надевать маски. По словам работников зоопарка, животные очень соскучились по гостям, в особенности обезьяны и лев-цезарь. Сейчас, когда в Самаре стоит жаркая погода, питомцам приходится искать укромные места в тени и принимать душ. Рептилиям в такую погоду достаточно комфортно. То есть мы можем вынести их из павильона, где они содержатся обычно, в террариумах, прогуляться на солнышке, получить необходимую дозу ультрафиолета. В зоопарк приходят не только жители города, но и гости из других регионов. Егор приехал в Самару из Оренбурга. Решил отдохнуть от городской суеты и провести время с животными. Конечно, хорошо, что открыли, потому что всем прекрасно знаем, пандемия сейчас, как бы все закрыто. И я считаю, что людям после долгих сидений дома очень полезно, наверное, выйти, пообщаться с животными, посмотреть на них. Во время режима самоизоляции в зоопарке произошло радостное событие. На свет появился осленок. Зоологи объявили конкурс в социальных сетях, чтобы посетители выбрали для него подходящее имя. В итоге малыша назвали ветерком. Ослик очень активный и не прочь побегать вместе со своей мамой по двору. Она его ограждает от опасности. Она говорит ему, что можно и что нельзя на своем языке. А он, как маленький ребенок, шкодит, бегает, безобразничает. Ему все интересно, прыгает, бегает. Ну, ослики – это очень милые домашние животные. По словам специалистов, в период самоизоляции в зоопарке родился не только ослик, но и питоны, пони, гуси, утки, куры, гекконы и дальневосточный леопард Амур. Зоопарк работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.